Рассмотрим применение КИДЖИ-44 в ванне для разведения Дорадо и Сибаса. Рассматриваемая ванна имеет ширину 16 метров и глубину 6 метров и со дна посредством единственной панели подается кислород в количестве около 3 кубометров в час. Установленное количество воздуха является произвольной величиной и может быть увеличено или уменьшено в зависимости от потребностей. С выделением микропузырьков со дна ванны поднимается колонна, которая распределяется вширь, на весь объем ванны, составляющий приблизительно 1200 кубометров. В этих условиях чрезвычайно мелкие микропузырьки распространяются, быстро и эффективно насыщая воду кислородом. Посмотрим, как эта колонна распределяется с глубины к поверхности и проанализируем все эффекты, производимые этим феноменом в данной ситуации. Сейчас мы наблюдаем подготовку баллона с кислородом, который будет подключен к диффузору. Затем диффузор будет помещен в ванну, после чего подача газа будет открыта с дозировкой, как это было сказано ранее. 3 кубометра в час для определения теоретического насыщения воды кислородом в рабочих условиях. В настоящий момент температура воды 13 градусов, поэтому у нас имеются все данные для оценки операции такого типа. Далее, измеряя растворенный в воде кислород до и после его выделения, мы увидим, что через 20 минут после начала насыщения нам удалось увеличить значение растворенного кислорода на полтора пункта. Это значит, что эффективность установленной нами системы чрезвычайно велика. Очевидно, что данные показатели не имеют подтверждения в технологиях, использованных до сегодняшнего дня. И самое главное, оперативная экономия, связанная с системой такого типа, огромна, поскольку КИДЖИ-44 производит кислород для фермы при подаче 1 кубометр в час в течение суток по стоимости, составляющей порядка 2,50 евро, что является совершенно незначительными затратами. Сейчас мы наблюдаем начало выделения модулям КИДЖИ-44 по направлению к поверхности. Мы можем заметить, что рыбы начинают скапливаться вокруг постепенно создаваемой колонны кислорода. Всем известно, что они могут распознать увеличение количества кислорода даже с более дальних дистанций. Очень важно отметить, что КИДЖИ-44 выделяет микропузырьки совершенно бесшумно и, следовательно, не беспокоит рыб, как это происходит при применении механических систем. Клубы газа напоминают клубы дыма. Таков размер выделяемых микропузырьков. Поэтому мы можем представить, какую площадь соприкосновения они могут создать в действии. Приблизительный подсчет площади в действии составляет около 6000 квадратных метров на кубометр газа. Более крупные пузырьки, которые видны по бокам, проникают через стальную раму самого модуля. Поэтому технически они вызваны затвором системы. Форма распределения выделяемых микропузырьков чем-то напоминает взрыв, который распространяется в воздухе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова конфигурируемая по-разному в зависимости от потребностей, в том числе с использованием меньших панелей, расположенных веером, позволяет решать проблему насыщения кислородом штатно, с равномерным выделением. Однако многофункциональность системы позволяет использовать ее и в исключительных условиях, просто увеличением количества газа. То есть данная система позволяет удовлетворить все сиюминутные потребности, даже в самой критической ситуации, без использования оборудования и энергии. Субтитры создавал DimaTorzok